Творческая деятельность в Варшаве В 1931 году Урицви Гринберг был избран делегатом на 17-й сионистский конгресс от ревизионистов, первый конгресс после погрома 1929 года. Все конгрессы тогда проводились не в Палестине, а в Европе. Вот как описывал в газете «Довар» ее специальный корреспондент выступление Урицви Гринберга на Конгрессе. Урицви Гринберг знает тайну эффектов. Он восходит на трибуну и прежде всего требует от Конгресса почтить память убитых евреев в Хевроне в 1929 году минутой молчания. И ничего не поделаешь. Весь Конгресс встает и застывает в минуте молчания. По словам корреспондента, это все эффекты. Не потому, что сердце болит. Не потому, что нужно почтить память десятков безоружных евреев, убитых погромщиками. Нет. Это всего лишь эффектное выступление с трибуны. После этого, пишет корреспондент, Урицви дирижирует песни ненависти. Зал скандирует «Ненависть! Ненависть! Ненависть!» И поскольку трон председателя Конгресса был пуст, потому что еще не избрали председателя, все истерически, с огромным пафосом, подчиняясь воле поэта, поют эту песнь. Вот вся речь поэта. Так представил выступление Гринберга и его бывший товарищ по рабочему движению всего лишь через год-полтора после того, как Гринберг с этим движением расстался. Из подобного описания «наизнанку» мы можем представить себе, что действительно речь Гринберга на Конгрессе, на котором он присутствовал впервые, произвела огромное впечатление. Его пафос, поэтическая мощь, особый талант, то, что он говорил от всего сердца, не позволяли пройти мимо этого выступления. Оно не было серым. Оно не было ординарным. После закрытия Конгресса Урицвив в 1932 году через Берлин направляется домой во Львов навестить родителей, а в 1933 году приезжает в Варшаву. Варшава являлась центром восточноевропейского еврейства, так же, как все российское еврейство оказалось отсечено советской границей, а все остальное еврейство Европы концентрировалось фактически в пределах Польши. Там кипела еврейская жизнь. Там жили миллионы евреев, которые говорили на идиш, на иврите, на польском, на немецком языках. И идеалисты, и антисоциалисты, и представители самых разных партий, фракций, религиозные евреи всякого толка, хасиды и противники хасидизма. Мизрахи. Все, что хотите. Все было там, в Польше. И все крутилось в Варшаве. В Варшаве Гринберга встречают далеко не с распростертыми объятиями. Он стал ревизионистом, поэтому поползли слухи о нем, что он последователь Жаботинского и презирает идиш. И несмотря на все его достижения в идишской литературе, которые уже были широко признаны, его отказываются пригласить в клуб литературного общества на идиш в Варшаве. То есть, будучи ревизионистом, он не имел права претендовать на роль идишистского литератора. Тем не менее, он публикует свое мнение в защиту идиш, о том, что он никогда не был против языка идиш. Это родной его язык. Он писал и пишет на нем. Он продолжал писать на идиш даже в 60-е годы, уже в Израиле. И на иврите, и на идиш. Это был язык, на котором он вполне свободно умел выражать себя как поэт, литератор и публицист. Не находя себе места в литературной жизни Варшавы, он вместе с ревизионистом Юсефом Шехтманом и в сотрудничестве с Зеевом Жаботинским основывает еженедельник Дивелт, ревизионистиша Бухеншрип, и становится литературным рупором ревизионистского движения в Польше именно на идиш. Жаботинского тоже считали врагом языка идиш. Но он, прекрасно знающий и русский язык, и еще пять языков, не был, конечно же, врагом идиш. Обладая незаурядными способностями к языкам, он уже в зрелом возрасте, в совершенстве овладел идиш, чтобы говорить с еврейскими массами Восточной Европы на их языке, и делал это безукоризненно. Он говорил на идиш, писал на идиш, редактировал. Огромное количество статей и писем в его литературном и публицистическом наследии на идиш. Но поэзию Бялика, который как раз на идиш, не писал. Жаботинский переводил на русский язык с иврита. И Горький, познакомившись с Бяликом по этим переводам, восторженно признал, что у евреев есть поэт огромной силы. Да, Жаботинский в самом деле был поборником иврита. Это верно. Но это не значит, что он был против языка идиш. Уриц Ви, как редактор, еженедельно публикует свою статью в Дивэлт. В редакционных колонках он пишет о том, что происходит в сионистском движении и в еврейском мире, в основном в Эрецисраэль. Дело в том, что после 1929 года, после того, как в Эрецисраэль прошли погромы, британское правительство выпустило так называемую «Белую книгу», где содержались указания, как по-новому упорядочить отношения между евреями, арабами и англичанами в Палестине. Все свелось к сокращению и ограничению еврейской репатриации в Эрецисраэль. Нужно было показать арабам, что у английского правительства нет никаких намерений искусственно создать здесь еврейское государство за счет арабского населения. И действительно, алия была сокращена. Это осуществлялось следующим образом. Британское правительство определяло лимит сертификатов, то есть разрешений на въезд. И без того ограниченное количество разрешений передавалось еврейскому агентству, которое являлось представителем всемирной сионистской организации. В еврейском агентстве распределяли сертификаты среди партий и движений пропорционально процентному представительству той или иной партии. В 1933 году случилось чрезвычайное происшествие в сионистской жизни. Убили доктора Хайма Орлозарова. Он был начальником отдела иностранных дел во всемирном сионистском движении. Это был очень важный пост. Его убили на берегу моря, в Тель-Авиве, в темноте. Был Мацей Шаббат. Никто не знал, кем совершено убийство. Жена Орлозарова, Сима, дала показания в полиции, что она видела двух арабов, хотя была полная темнота, и она не смогла в точности рассмотреть их лица. В ту же ночь стараниями некоторых людей она изменила показания и сказала, что это были два еврея. А дальше логика получилась самая простая. Если это были два еврея, кем же они могли быть, если не ревизионистами? Напрашивался вывод, что его убили политические противники, которыми являлись, естественно, ревизионисты. И на следующее утро все газеты рабочего движения в Эр-Цесраэль вышли с огромными заголовками. Ревизионисты убили Орлозарова. Сразу же арестовали трех человек. Один из них, Аба Ахимейр, в тот день находился в Иерусалиме. И все знали, что он в Иерусалиме. Но тем не менее его арестовали и посадили в тюрьму. Ведь он писал статьи против Орлозарова. И в целом против политики сионистского движения. Он и считался провокатором. Потом нашли еще двух ревизионистов. Молодых Алим, Ставского и Розенблата. Которые походили по комплекции на убийц, описанных женой Орлозарова. И этого оказалось достаточно. На плену миссионистского движения в 1933 году в Европе Давид Бен-Гурен сразу же выступил с тем же самым обвинением. Ревизионисты убили Орлозарова. Это смешало все карты, потому что на пленуме должен был быть избран новый председатель движения, на пост которого претендовали ревизионисты. Хайма Вейцмана освободили от должности, так как он скомпрометировал себя, заявив, что сионистское движение не имеет своей целью образования еврейского государства. И даже не стремится образовать еврейское большинство на западном берегу Иордана. Отбивается лишь создание своего национального очага. То есть в его интерпретации, в Эрц Исраэль, мы хотим учредить свои школы, свой университет, свои институты. У нас есть некая сентиментальная привязанность к этой земле. Но у нас нет никаких политических притязаний. Самым естественным претендентом на пост председателя сионистского движения мог быть представители ревизионистского движения, потому что сформировалась подходящая коалиция. Ревизионисты, прогрессивные сионисты во главе с Гринбоймом и Мизраки. Вместе они составляли большинство. Но когда с трибуны выступил Бен Гурион и заявил, что ревизионисты убили Орлозарова, это совершенно изменило картину. И Гринбойм, и Мизраки уже не хотели иметь никакого дела с ревизионистами. И был избран Нахум Соколов, еврейский сионистский деятель, публицист, журналист, переводчик. Но он не был значительной личностью. И все понимали, что избрать Соколова равносильно тому, что избрать Вейцмана, так как Соколов будет его марионеткой. Действительно, через два года на этот пост вновь избрали Вейцмана. Да что тут началось? Все газеты кричали о том, что ревизионисты убили Орлозарова. Их забрасывали камнями, срывали им митинги. Уриц Ви Гринберг на следующий же день опубликовал большую статью. Убили нашего сионистского брата. Желая показать, что не важно, кто из какой партии, из какого движения. Убили нашего сионистского брата. Хайм Орлозаров – это наш брат. Все безрезультатно. Жамбатинский тогда же написал статью о кровавом навете, о новом кровавом навете. Написал статью о кровавом навете, о новом кровавом навете. Кроме того, он попытался сделать чрезвычайно эффектный ход. Попросил знаменитого еврейского адвоката Грузенберга, который защищал Менделя Бейлиса в 1913 году защищать Ставского и Розенблата, как бы еще отчетливее показывая, что это кровавый навет. Но Грузенберг не согласился. Его предупредили, что не стоит в этом участвовать. И были наняты другие адвокаты. В 1934 году Уриц В. Гринберг приезжает в Эрцисраэль из Варшавы. Он был принят здесь в штыки. Его встречают огромным плакатом, составленным якобы из цитат из его личных писем к приятелю, доктору Евину. Уриц В. Гринберг призывал клеветать, чернить Орлозарова и все рабочее движение, и призывал убить Орлозарова. На самом деле, все это было клеветой. Это было сделано, чтобы создать впечатление. Вот настоящий убийца. Он и Абе Ахимейр, который уже сидит в тюрьме и неспроста сидит. И сегодня немало людей повторяют, как мантру, ревизионисты убили Орлозарова. Конечно, против Абе Ахимейра не было никаких улик. Их даже не смогли придумать. И после нескольких месяцев его освободили из тюрьмы. Был суд над Ставским Розенблатом. Это был политический процесс. Рав Цви Иуда Кук рассказывал о том, что его отцу, первому главному раввину Израиля, огромному авторитету во всем еврейском мире, втайне пришел следователь Шитрид. Еврейский следователь, не ревизионист. Годы спустя он даже был министром полиции в правительстве Бен-Гуриона. Пришел и сообщил ему на ухо, что все это вымысел. Он об этом знает, но не может никому рассказать. Хотят повесить двух еврейских парней ни за что. Их обвинили в преднамеренном убийстве. По тогдашним законам им грозило повешение. И главный раввин Израиля обратился ко всем раввинам мира и Эр-Цесраэль с предложением поддержать невинных людей. Последовал взрыв негодования со стороны левых. Главный раввин Израиля, а ему оставалось жить всего два года, стал ненавистным для рабочего движения в Эр-Цесраэль. Напротив его дома вывесили плакат «Ойлидор Шакаганав Магиним Аль Рацхав». Горе поколению, в котором Каен и его защищают убийцы. Берл Каценельсон хорошо знал главного раввина и относился к нему с некоторым почтением. В своих воспоминаниях, написанных спустя десятки лет, он рассказал, что когда на съезде партии Мапай он только заикнулся о том, что, может быть, Рав Кук по своей наивности занял не вполне правильную позицию, его едва не побили камнями. Каценельсон, один из вождей сионизма, редактор газеты «Довар», один из самых близких к Бен-Гуриону людей, не сказал ничего предосудительного. Он не сказал, что раввин прав, что к его мнению надо прислушаться. Ревизионисты не могли больше оставаться в сионистском движении. Жаботинский демонстративно вышел из движения. С ним вышли почти все члены его фракции. После 30 лет огромной работы Жаботинский порвал свой членский билет, выданный ему в 1903 году, и вынужден был уйти с заседания Конгресса. Урицви возвращается в Варшаву в 1934 году после нескольких месяцев перерыва и продолжает там работать на публицистическом поприще. Кроме того, он включается в работу молодежного резизионистского движения «Бейтар». Движение «Бейтар» было образовано в начале 20-х годов. Жаботинский присвоил движению имя своего друга Трумпельдора, погибшего в 1920 году во время охраны еврейского поселения Тель-Хай. Поэтому бейтаровцы приветствовали друг друга именно такими словами – Тель-Хай. «Бейтар» стал полувоенизированной молодежной организацией, так как Жаботинский разделял позицию Трумпельдора в том, что эту землю надо завоевывать для еврейского народа, и молодые евреи должны стать солдатами. Покупать земли невыгодно. Получать подарки от кого-то тоже невыгодно, потому что все эти подарки достаются тяжелыми компромиссами. Надо готовить свою еврейскую армию. Жаботинский, выйдя из сионистского движения, которое теперь называлось Старым Сионистским Движением, создал новое сионистское движение. И он объявил, что к первому съезду из Тадрут Сионита Хадаша он добьется, чтобы количество членов в его новом движении превзошло и существенно превзошло состав Старого Сионистского Движения. В 1935 году на выборах в Сиаминский Конгресс Старого Движения участвовало около 600 тысяч евреев. В том же году новое движение Жаботинского насчитывало 713 тысяч человек. То есть за два года упорной работы он действительно добился того, что еврейские массы, а обращался он именно к ним, поверили в него. Бейтар являлся основным костяком нового движения. Будучи полувоенизированной организацией, бейтаровцы соблюдали строгую дисциплину и занимались военной подготовкой. Правда, оружия у них к тому времени еще не было. В начале 20-х годов, когда был создан бейтар, Жаботинский придумал форму для бейтаровцев. Рубашка коричневого цвета, символизирующая цвет земли Израиля. К великому сожалению, нацистская форма тоже была коричневого цвета, коричнево-рубашечники. Это дало повод рабочему движению наклеить на Жаботинского ярлык-фашиста. С 1934 года Бен-Гурион позволяет себе называть Жаботинского Владимир Гитлер. В 1936 году в Эрц-Исраэль начинаются так называемые Мораот. Арабское национальное движение во главе с муфтиями Иерусалима Хадж Амином Аль-Хусейни объявляет восстание 1936-1939 год против английской власти и восстание против евреев. Начинаются погромы. Муфтий требуют создания здесь в Эрц-Исраэль на всей территории страны арабского палестинского государства и изгнания отсюда евреев. Так как арабы нападали также и на англичан, англичане встрепенулись и очень быстро подавили арабское восстание, направленное против них. Они совсем не имели в виду остановить арабское восстание против евреев. Англичане прибегли к так называемым коллективным наказаниям. Муфтий, то есть человек, представляющий ислам, обещал своим единоверцам, участвующим в восстании, что после смерти они станут святыми. После этого англичане в могилу вместе с телом мусульманина стали класть свиную голову, чтобы умерший не мог стать святым в загробном мире. Все действия святых, в кавычках, моментально прекратились. Никто не хотел быть погребен со свиной головой. Никакие обещания муфтия не могли привлечь арабов к активности против англичан, но не против евреев. Между прочим, очень распространенное сейчас слово «интифада» возникло именно тогда. Так арабы называли свое восстание. С 1936 по 1939 год, то есть до начала Второй мировой войны, происходила первая арабская интифада. Решением еврейского Ишуа было не отвечать или почти не отвечать на арабские атаки на евреев, на еврейские поселения. «Гавлака» – тогда самое популярное заявление. «Мы не такие, как они. Они нас убивают, они нас сжигают, сжигают наши поля, но мы не такие. Мы сдерживаемся, не мстим». В 1936 году Гринберг опубликовал цикл стихотворений, который написал в 1930 году под названием «Бейнедамин ледамин» – «Между кровью и кровью». Его занимает вопрос, как еврея, как человека, как поэта, что же делать, как реагировать на эти события, на каждый день унижений, на каждую смерть, смерть в унижении. Взять револьвер и пойти нападать на кого-то, продолжать жить как обычно, пить, есть, одеваться, говорить шалом и так далее. Его это волнует чрезвычайно, и он пишет «Я преступник, в Сионе в траурный день, я живу у себя в заперти, в одиночестве, как в тюрьме, и не мечусь, как дикарь, выйдя под Божье небо, с громким и горьким воплем до тех пор, пока ноги тела несут, и в горле есть голос до хрипа. «Я преступник, я не врываюсь в дома», тихи они в скорби своей, и тает скорбь, как будто тонет в воде, и не громлю я столы, накрытые к трапезе. «Эй, кто тут пирует, когда ужас и Иерусалим мы теряем?» Под насыпью времени колодец для сбора слез, вы будете плакать в него, а за вами ваши потомки. И пока я не скован, не арестован властителем чужаком, и не тащат спутанного меня к британцу в тюрьму, как пророка из Анатот, по площадям столицы Давида униженной. «Да, я преступник, если в день траура жив я, одет я, и галстук повязан, и встречаюсь с людьми, и не врываюсь в дома с камнем, разящим в руке, с громким и горьким воплем». Перевод Инны Винярский «Вот это чувство происходящего! Я преступник! И тот, кто соглашается с происходящим, а он и себя причисляет к ним, потому что он каждый день утром надевает костюм и галстук, и здоровается из вежливости со своими соседями, ужинает, обедает, завтракает, и тем самым соглашается с этим. Совершают преступления!» Многие говорили, что урицви всех обвиняют. Одни нехорошие, те плохие. Верно, это было. Он имел в виду тех, кто в 30-е годы утверждал, что освобождение еврейского народа будет постепенным. Евреи будут присоединять потихоньку еще один дунам купленной земли, еще одну козочку, еще одну корову и так далее. Это было лейтмотивом тех дней. В другом стихотворении «Акзо-га-адама» Неужели не видите братья из того же цикла «Между кровью и кровью» 30-й год? Он проклинает профессоров еврейского университета, так как они утверждают, что власть хороша и что Сион законно находится в руках арабов, ибо это их наследство. Еврейская же диаспора, насчитывающая 17 миллионов человек, рассеянная по миру, на эту власть претендовать не должна. Он пишет «Проклятье вам, профессора измены, и амвоном вашим университетским, с которых проповедь стекает струйкой пенной, мол, власть подобает арабам и Сион их наследство. А наш удел скитание по свету, ведь умер царь Давид на вечные века, а мольба поколений, мечтания глупых поэтов, и смешны они современному человеку. Проклятье вам, ханжи и маловеры, и воркованию вашему, мол, время есть, еще века до избавления, и нечего спешить, но души сыновей Сиона облачены в одежды семидесяти изгнаний, И ржавым клинком их гнев разрывает на части, именем каждой полпяди еврейской земли, что пустынно подыгом арабским «Прокляты будьте!» Во времена царя Давида здесь жили филистимляне, потом римляне назвали эту землю Палестиной, специально изменив ее имя, чтобы эта земля не называлась Иудеей. Теперь, через три тысячи лет, здесь появились новые палестинцы, в кавычках, арабы. Проклятье вам, наставники лжецы, народа, что плывет в крови и молится о чуде, доски обломок найти средь волн морских. Проклятье всем, кто заслоняет правду времен жестоких, указывая издали на берег, Но не прийти к нему тем, чьи сердца к отчизне рвутся, лишив сыны, и их сынов сыны дойдут, Ибо Израиль вечен, и именем этой вечности, и именем тех, кто погибнет в пути. Прокляты будьте предатели этой вечности! Проклятье всем, кто заслоняет правду времен жестоких, указывая издали на берег, Но не прийти к нему тем, чьи сердца к отчизне рвутся, Лишь их сыны и их сынов сыны дойдут, ибо Израиль вечен, и именем этой вечности, И именем тех, кто погибнет в пути. Прокляты будьте предатели этой вечности! Перевод Пинхаса Гиля Перед сионистским движением неожиданно встали две совершенно новые проблемы. Первая проблема – арабская. Политическая сионистская доктрина Герцля и его соратников не придавала никакого значения арабскому востоку, потому что до Первой мировой войны не существовало ни одного независимого арабского государства. Ближневосточная политика была политикой европейских держав и Турции, не сильной, но основной державы региона. После Первой мировой войны не только карта Европы изменилась, изменилась и карта Ближнего Востока, были созданы арабские независимые государства. Уже тогда приобретает значение главный фактор – нефть. Первые разработки нефти проводились в Средней Азии еще до Первой мировой войны, а впоследствии нефть была найдена и на Ближнем Востоке, в Саудовской Аравии, что стало не только стратегическим элементом, но и значительным источником прибыли. Более того, самая короткая дорога из Европы в Индию до 1948 года, являющуюся колонией Великобритании, пролегала через Суэцкий канал. Этот канал был чрезвычайно важным стратегическим объектом для всех европейских держав, так же, как Средиземное море, и для европейских держав, прилегающих к нему – Греции, Италии, Франции, Испании, Португалии, и для стран, не имеющих непосредственного выхода к морю. Поэтому независимые арабские государства становятся политической силой. Проблемой арабского населения внутри Эрцисраэль прежде вообще не занимались, так как население это было незначительным. Арабы в основном были кочевниками. С появлением арабских государств границы стали более жесткими, кочевать сделалось сравнительно трудно, и арабы осели. Вторая проблема – это взаимоотношения с державой, взявшей на себя, и все были этому рады вначале, роль покровителя сионистского движения в Палестине. Но выяснилось очень скоро, что это больше из области преданий. Взаимоотношения с Англией складывались чрезвычайно сложно, потому что британская политика совершенно естественным образом ориентировалась на весь Ближний Восток, в основном арабский Ближний Восток, как на потенциальный рынок сбыта, имелись в виду нефтяные месторождения и сотни миллионов арабов и мусульман, поскольку связь между Англией и Индией осуществлялась через этот регион, он стал стратегически важен для Великобритании. И чем прочнее и глубже были связи британской администрации с местным населением, тем больше пользы было для Англии. Эта проблема сначала вызывала у евреев недоумение, затем она переросла в протесты, в забастовки, а впоследствии в подпольное движение. Постепенно сионистское движение и евреи, как в Эрцисраэль, так и вне ее, политически отстранились от своего первого союзника, а со временем возникло и открытое противостояние. В отношении арабов было выработано несколько базисных подходов. Один из них, социалистический, был очень оптимистичен, потому что акцент делался на классовой сущности политики и исходил из того, что все люди трудящиеся, а следовательно, они найдут общий язык. Большинство арабов пролетарского или, по крайней мере, небуржуазного происхождения. И если им станут понятны общие интересы трудящихся, с ними можно будет договориться. Социалистический подход, просуществовавший десятки лет, был активен еще и в конце 50-х годов. Его сторонники боролись за создание двухнационального социалистического государства с общей классовой базой. И этот социалистический подход в различных его вариантах, включая коммунистический, стал антисионистским. Коммунисты считали, что прежде всего нужно объяснить арабам трудящимся, в чем их выгода. А выгода их в том, что чем больше будет здесь организованных рабочих евреев, тем лучше будет для всех, в том числе и для арабов. А тех арабах, которые не желали слушать подобные рассуждения и поступали так, как они сами считали нужным, говорили, что они находятся в сетях буржуазных предрассудков. Их нужно просветить. Уриц Ви Гринберг ведет непримиримый спор с социалистическим движением. И не потому, что он был богатым человеком. У него никогда в жизни не было никакого капитала. В 1936 году в стихотворении Амифакетли Хольга Маханод Командиром всех армий, он пишет Командиром всех армий в Сионе был Маркс, престарелый наставник строителей новой страны. Но в час беды убежище они искали не у Маркса, а у солдат английских. Что за болтуны? Уриц Ви говорит, что в 30-е годы кибуцники воевали не с арабами, а с другими евреями, с бейтаровцами. Им проламывали железом головы, и только с евреями они готовы были воевать. Ведь это не бейтар, с которым надо воевать. Арабы славные, их просто подстрекают. С народом Канта не смогли мы жить, с арабскими рабочими ничто не помешает. Судьбою предначертано нам вместе жить. Настанет день, союз труда заключат наши нации, а все, что было сожжено, зарезано, раздавлено, удобрит почву для совместной организации. Перевод Пинхаса Гиля Арабы славные, их просто подстрекают. С 36-го года и до сих пор повторяют те же самые слова. Это не арабы их подстрекают, они хорошие. Мы с ними найдем общий язык обязательно. И ужасный вывод. Все, что сожжено, зарезано или раздавлено, удобрит почву. Вот это ужасная диалектика. Чем хуже, тем лучше. Ленинский лозунг перед революцией. Чем хуже, тем лучше. Все удобряет почву для новых ростков светлого будущего. В этом марксизм. Не героизм, а страшная диалектика предательства. Бейтаровцы, которые уже были на территории Эрцисраэль, а приезжали они сюда нелегально, потому что старое сионистское движение не заказывало для них сертификатов. И они были как бы за пределами сионистского движения. Начинают организовывать еврейскую оборону. Позднее эта организация преобразуется в национально-военное движение ЭЦИ. Аббревиатура Иргун Цваи Леуми. Существовал также буржуазно-либеральный подход, который не очень отличался от социалистического. Он главным образом делал упор на экономический прогресс всего региона в целом. Очевидно, что прибывающие евреи привозят капитал, развивают города, обрабатывают земли, строят предприятия. Арабы стянулись сюда из всех регионов Ближнего Востока для того, чтобы работать и зарабатывать. Стало быть, экономический прогресс – это главная цель. На его основе можно будет найти какую-то модель сосуществования. Но не тот идеальный социалистический мираж всеобщего равенства и братства. И был третий подход. Подход Жаботинского, который постарался четко и ясно донести свои соображения до собратьев-сионистов, а также социалистов и либералов в статье «Железная стена». Он писал, что идея нации, национальное существование – очень сильная тенденция. Она существует у арабов, это вполне естественно. Евреи должны это понять прежде всего. Во-вторых, нельзя купить целую нацию ни за экономический прогресс, ни за что-то другое. И, наконец, в-третьих, такого рода политические споры исторически решаются силой – кто будет сильнее и кто будет упрямее. Нужно быть реалистными, быть упрямее, построить свою силу. Тогда, в конце концов, арабы признают еврейское государство. Когда кто-нибудь это станет реальным историческим фактом. Сейчас ожидать и требовать от арабов, чтобы они приняли сионистскую идею как мечту, а не как реальный факт, совершенно неправильно. Жаботинского обвиняли в том, что он, ставя во главу угла силу и ничто другое, придерживается аморальных принципов. Тогда он написал вторую статью – «Этика железной стены», в которой объяснял, что, когда мы взвешиваем право одного и право другого народа, мы должны взвешивать все, что стоит за каждым из них. Он говорил, что, возможно, у арабской нации в целом есть свои исторические корни в этом районе на Ближнем Востоке. Но, конечно, и у нас есть. Именно на этой земле у них имеется возможность реализовать свои национальные, культурные и религиозные чаяния в этом же регионе, когда он это писал в 1923 году, существовало 8 независимых арабских государств. На сегодняшний день их более 20. Никто не посылает арабов осваивать Антарктику, чтобы строить свои государства. Они здесь, никто их не выгоняет. У еврейского народа нет ни восьми, ни семи, вообще ни одного государства. Есть единственная возможность, и наше право выше. Наше право на свое государство, на сравнительно небольшой территории этого региона. Оно этичнее, моральнее, и поэтому у нас есть все причины его защищать силой и настолько, насколько потребуется. Этот активистский подход стал частью практических действий и частью политики в дальнейшем всего сионистского движения. В конце 30-х годов Урицви выезжает из Эрцисраэль в Польшу для того, чтобы стать там редактором еврейской газеты «Наидиш момент» и затем «Дертат дело» и призывать местных евреев к активизму, к активной борьбе, к активному сионизму. Взгляды Урицви и Жаботинского совпадали, хотя, несмотря на огромную духовную мощь и особое очарование самого Жаботинского, у них были и некоторые расхождения. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...